На этом уроке мы проведем разбор 29 айта И каждую вещь сосчитали мы ее письмом Альвау это харф, значит не будет нами рассмотрено Кулла это имя по модели фуал Основой было куллюн Как видно здесь две однородные буквы Лам Первая из которых сакунирована, а вторая огласована Что является одним из двух случаев, когда идуам Слияние путем удвоения является обязательным Куллин это Трехбуквенное имя первообразной формы То есть без добавления Сахихун, так как здесь нет слабых букв Гайрусалимн, так как это мудаф Его вторая и третья коренные буквы являются однородными Следующее слово это шейун Это имя по модели фаалин Исмун суляфин муджарадун Трехбуквенное имя первообразной формы Гайрусахих, так как его айн Его вторая корневая буквы являются слабой буквы А также Гайрусалимн по той же причине А также из-за того, что его лам Его третья корневая буквы являются хамзой То есть это у нас имя Аджвафу и Махмузу лами Ахса Ахса это фиалин мадан Глагол прощающего времени По модели Аф'аля То есть баба Аф'аля Порода Аф'аля Ахса это фиалин Трехбуквенный глагол с добавлением одной буквы А именно хамза в начале Гайрусахихин, гайрусальвин Неправильный, нездоровый глагол, так как и у лам Его третья корневая буква является слабой буквой я Мы подробно поговорили о значениях этой породы Породы Аф'аля Следует отметить, что все правила Которые могут быть применены здесь В связи с наличием слабой буквы Это те же самые правила, которые мы разъяснили Разбирая глагол бана В двенадцатом аяте У банайна афаукукум сабан щедада Поэтому не будем здесь все это повторять Следующие два слова это на и ха Два местомения Каждый из этих двух слов местомения А значит не будет здесь рассматриваться Так как это слова с неизменяемым окончанием Китабан Слово китабан здесь в значении мастера То есть китабан здесь в значении ихсоан Который является сам по себе мастером Глагола ахса Ахса, юхсы, ихсоан Китабан это исмун, туляциюн, мазидун, фиихи, харфун, ваадн Трехбуквенное имя с добавлением одной буквы Буква альф между айном и ламом То есть между второй и третьей корневыми буквами Сухихун салиман Так как среди трех его корневых букв Нет слабых букв Алифу ауя Нет хамзы А также нет однородности айна и лама А что касается алифа То это добавленная буква А не корневая буква Следующая это это Вкушайте же Мы не прибавим вам ничего кроме мучения Альфа это харф, значит не будет здесь рассмотрен Звуку это фиуле амрин Глагол приказной формы Повелительная форма глагола В основе было Узвуку по модели уфулю От глагола Звуку Звуку В основе Узвуку Дому слабой буквы Передали здоровой буквы Заль После чего хамза талвосли Соединительную хамзу удалили Из-за невостребованности Так как она нужна была Чтобы слово не начиналось Суконированной буквы Заль А когда буква Заль получила огласовку Надобность соединительной хамзы Отпала Поэтому мы ее удалили Это если рассматривать Изначальные формы этого глагола Которые образуются В основе В соответствии с правилами Образования Формы приказа От формы глагола Аль-Мударя В основе было Тазвукуна По основе Удалили приставку Та в начале И нун раф То есть нун Являющийся признаком Состояния раф Это общие два действия Для любого глагола Дальше Исходя из того Что в начале У нас имеется Суконированную букву Заль Мы и добавляли хамза талвосли В итоге У нас получалось Узвукуна От которого Как мы еще упомянули И был образован Звукуна Разбирая глагол Ля и Звукуна В 24 маяте Мы подробно Поговорили об изменениях Которые происходят Внутри формы Аль-Мударя Формы настоящего Будущего времени Глагола Аджов То есть глагол У которого Вторая корневая буква Являет слабой буквой Следует отметить Что окончание Глагола Амар То есть приказной формы Глагола Будет тем же Что и в глаголе Аль-Мудара Глаголе Настоящего Будущего времени Поставленном В состоянии Аль-Джазм То есть в усеченном состоянии В усеченном наклонении Приведем Второй метод Разъяснения Возьмем глагол Тазвукуна В основе Здесь применено Выше разъясненное правило Лам-Му слабой Например Как мы видим В состоянии В усеченном состоянии У этого глагола Удален Нун То есть Нун Таким же будет И окончание глагола Формы приказа Повеления Образованного От данного глагола Аль-Мудара Лям-Тазвуку И Звуку Как мы видим Окончание глагол Аль-Амр То же самое Что и в глаголе Аль-Мудара Поставленном В состоянии Аль-Джазм Так дело Обстыд во всех Шести формах Второго лица Значит Чтобы образовать Формы Амр От формы Тазвукуна Аль-Мудара Согласно Общепринятому правилу Мы сначала Удаляем Харф Аль-Мудара Букву-приставку Которую Мы добавили При образовании Формы Аль-Мудара Это первое действие Первый шаг Пока что У нас получается Звукуна После удаления Затем Второй шаг Это удаление Нун-Ар-Раф Нун являющийся признаком Состояния Ар-Раф Дай бы удаление Этого Нуна Стало признаком Состояния Аль-Джазм Мы сказали Что окончание глагола Аль-Амр Будет таким же Как и в глаголе Аль-Мудара Поставленном В состоянии Аль-Джазм Если в состоянии Аль-Джазм Мы говорим Лям-Я-Дзвуку Или Лям-Тазвуку Удалив Нун Значит в форме Аль-Амр Окончание будет таким же То есть мы скажем Звуку Остановимся на этом На следующем уроке Иншалла мы проведем Полное испоряжение Этого глагола И подобное ему глаголу А также упомянем И другие связанные С этим правилом Аллаху Адам Окончание 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 Окончание